Ребят, добрый день! Меня зовут Наталья, кто в первый раз у меня на канале. Я снимаю видео в Италии. Это Северная Италия, регион Ломбардия, город Монзо. Это пригород Милана. И сегодня я хотела бы вам показать, как наш город, город, в котором мы живем, готовится к Рождеству. Это очень красиво, замечательно. И я приглашаю вас на прогулку сегодня. Поехали! Празднично украшены фруктовые лавки и другие магазины. Праздник никто не отменял. Все готовятся к Рождеству. Рождеству. Готовятся к празднику. Очень красивая посуда. Мне кажется, часами можно смотреть, кто любит эти дела. Очень изысканно. Это известное в городе агентство недвижимости. Тоже себя украсили. Тоже ждут праздника. И праздничных продаж, наверное. Открылись также бары и кафе. А для итальянца, что открылись бары, это, конечно, мощно. Это они счастливы. Потому что с самого утра забежать в кафешку – это большой адреналин, счастье и огромная привычка итальянцев. Прийти и выпить чашечку кофе, съесть круассан. Сейчас пошла отдышка просто у итальянцев, что объявили нас наконец-то. Зона Джало, желтая зона, где можно прийти, расслабиться и выпить кофе. Для нас это непривычно. А у них ежедневно, в том числе и дедушки, приходят. Вот это кафе на улице. Можно прийти, посидеть, выпить кофе. Отдохнуть, почитать газету, посмотреть на людей. Вот в таком приятном месте. Но почему не посидеть? Конечно, так и хочется посидеть. Вот и кумкваты тут растут. Кумкват – это китайский мандарин. Очень вкусный. Его, кстати, едят вместе с кожицей. А вот и наша овчарочка тут гуляет. Вот любят итальянцы по магазинам ходить. Кстати, и по бутикам, и по парикмахерским вместе с собаками. Держат их на руках. Очень любят питомцев. Ой, красота. Ну как здесь не купить чашку кофе, а? Кафешка уличная. Упс, извините. Вот сел себе шкуркой, укрылся. И пьешь себе горячий шоколад. Покажу вам немного витрин. Вот такой вот магазин здесь на улице находится. Боджи. Правильно читается. Не боги. Тоже это производство Милана. Производство Италия. Вот здесь вот такая улица. Улица, на которой расположены все брендовые магазины. И, кстати, хочу сказать, что здесь очень часто я встречаю пожилых людей. Пожилые люди здесь гуляют и приобретают себе товар. Не только гуляют. Здесь пожилые люди могут себе позволить приобретать симпатичные вещи, довольно-таки недешевые. Особенно в период Рождества. А. 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 Декабрь месяц, Северная Италия. Магазин шоколада. Мой, конечно же, продаются шоколадные кексы, рождественские кексы, традиционные рождественские кексы в Италии. Сейчас выйдем с вами на центральную аллею магазинов, посмотрим, как украшены витрины. Ну что такое Рождество для Италии, для итальянцев? Рождество для Италии это краеугольный камень, это огромный праздник. Новогодь это уже так посредственность, это уже просто как формальный праздник. А именно Рождество является главным праздником сейчас. Сметаются, можно сказать, полки с подарками в магазинах, особенно детских. Покупаются подарки для взрослых, также всякие наборы, корзины с кексами, с подарками, с вином, с шампанским. Много разных подарков покупаются, традиционные покупаются подарки, сухофрукты, красивые наборы сухофруктов покупаются и дарятся. И люди отмечают праздник. Вообще Италия это колыбель, это колыбель католицизма, католической религии. И в домах устанавливаются инсталляции, инсталляции рождения Христа. Практически в каждом доме это есть. Даже я вот ребенка тоже в школу, в школе внутри поставили. Хочу показать вам дом один очень красивый. Я когда его вижу, я вспоминаю Одессу. Посмотрите, какая архитектура, красота. Сегодня мне выдался очень классный день солнечный, середина декабря. Ну что, пройдемте прогуляемся. Так, полиция на месте. Мы гуляем. Здесь у нас очень известный такой флагманский магазин, скажем так, города, где мы живем. Называется La Rinascente. Здесь основные марки итальянские, представленные одежды, обуви. Марки на итальянском, это означает бренды. Сейчас зайдем туда, может быть, можно будет кое-что снять. Но все. Вот опять же инсталляция к Рождеству подобного рода продается здесь везде. Посуда. Это оторваться невозможно. Красота какая. Ну, конечно же, они еще сделали, еще и в канун праздника. Что тут уже люди, хочешь не хочешь, направляются на покупку. Так, а что это за бренд? Давайте мы с вами посмотрим. Ну, конечно, бренд серьезный. Сколько это у нас стоит? Не написано. Ага, вот цена. Да, ну посуда это такое дело. Можно смотреть часами. Это просто чудо. Красота. Все такое яркое. Мне кажется, что такую посуду только поставишь на стол, уже туда можно и не ставить никакие угощения. Все. Гости пришли, посмотрели и с Новым годом. Красота. Красота. Вот даже бабушкам понравилось. Белиссимо. Си. Си. Белиссимо. Вот и бабушки в брендовых магазинах покупают себе посуду. А сколько она стоит, кстати? Так, вот здесь вот смотрим цены. Тарелочка одна. Так, сейчас я переверну камеру. 29,90. С Дедом Морозом. Ну, здесь бабушки могут себе позволить это. Очень классно сделали, инсталлировали снеговика на витрине из книг. Молодцы. Нравится, когда из простого делают гениальное. Класс. А это очень известный магазин оливкового масла. Вот это оливковое масло в магазине не продается. Фротели Карли. Оно только по доставке. И вот единственный магазин вот здесь вот на улице брендовых вещей. Его открыли. Вот здесь вот даже смотрите, какая очередь. Но обычно здесь очереди нет. Подразумеваю, что очередь здесь тем, что они подготовили здесь подарки. Вот рождественские подарки. Вот как здесь готовят подарки. Вот такие коробки. Здесь обязательно, конечно же, их оливковое масло. Фротели Карли. Это братья Карли, фамилия. Вот они подготовили подарки. Здесь и оливки, и тунец. То есть подарки, которые одна семья может подарить другому. Вот здесь и по 64 евро. Смотри. По 42 евро. Подарок такой здесь. И по 34 евро. То есть каждый по своему карману ориентируется, что может подарить. Уже готовые подарки. Итальянцы любят, когда все готовое. Когда уже не нужно думать особо. Хотя я не говорю, конечно, что они глупые. Думать они тоже любят. Вот масло отличное. Сегодня прекрасный день. Хорошая, чудная погода. Середина декабря. Снег здесь бывает очень редко. Пару дней назад снег выпал. Буквально полдня шел снег. Крупные хлопья такие были. В первой половине дня я забрала ребенка. Он, конечно, ртом ловил каждую снежинку. Ну все. В общем, весь снег. Кушал, скушал и пришел домой. Довольный. Хоть увидел зиму. Два часа зимы. Вот к Рождеству цветут вот такие пустарники. Очень классные. И, кстати, они символичные. Когда пекут какие-то кексы рождественские. И украшают этими листиками кексы. И какие-то другие рождественские сладости. Вот еще солнышко немного есть. Какая красивая там часовня. Сейчас приближу, вам покажу. Вот она какая. С магендовидом наверху. С щитом Давида. Сейчас вернусь, покажу вам цены на некоторые вещи в магазине. Так, для интереса просто. Вот что-то симпатичное. Так, вот, например, сумочка мужская. Да, смотрим. Вот внизу цены. Вот нижняя. Смотрим, последняя эта сумка. Борса. Вот цена. 1800 евро. Вот эта сумочка. Топс. Хороший бренд, но дорогой. А здесь можно покушать вкусных жареных каштанов. Вот. Топс. Это шоколадная фабрика. Это все сделано из шоколада. Вот какие здесь работы чудные. Вот здесь такая красивая площадь. Кстати, уже ближе к вечеру. А вот солнышко еще не ушло. Еще красиво. Люди отдыхают. Вот какие здесь шедевры есть. Вот здесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...